Год здравоохранения, объявленный в регионе, подходит к своему логическому завершению, а значит самое время подводить итоги, проделанные за этот год работы. Это и стало главной темой пленарного заседания форума ульяновских медицинских работников. За этот год нам удалось добиться хороших результатов, в части снижения смертности и сохранения темпов рождаемости. Сегодня мы с коллегами в рамках форума будем обсуждать основную тему, это сохранение лучших традиций отечественного здравоохранения. Наша задача сделать медицину доступнее и качественнее. Улучшение демографической ситуации, снижение смертности, новые формы взаимодействия с пациентами и повышение квалификации медперсонала. Об этом и не только шла речь на пленарном заседании. Главной частью мероприятия стала церемония вручения сертификатов участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2015 году в систему здравоохранения пришло 243 врача и более 300 специалистов со средним медицинским образованием. И таким образом дефицит врачей снизился почти на 7%, а дефицит среднего медперсонала на 5%. Достаточно ли этого? Думаю, что вы со мной согласитесь. Нет. Далеко-далеко недостаточно. Поэтому нам придется наращивать свои усилия. Именно поэтому мы заложили необходимые финансовые ресурсы не только на программу «Земский доктор», но и на программу «Земский фельдшер», а также начинаем реализовывать с 2017 года программу «Земская медсестра». Молодой хирург Оксана Малахова переехала в Ульяновскую область из Мордовии вместе с семьей. В качестве места работы врач выбрал Сурскую районную больницу. На вопрос, почему именно Сурский район, с улыбкой отвечает. Там воздух свежий и природа красивая. Это достаточно хорошая поддержка, потому что, на своем примере скажу, это, например, другой регион, другие люди, то есть для самого благоустройства. Вот выделили квартиру, но в квартире, сами понимаете, у меня маленький ребенок. Нужно сделать ремонт, нужно замести вебель, для этого нужны средства. 15 фельдшеров и 55 врачей, среди которых терапевты, гинекологи и хирурги, уже переехали и успешно работают в сельской местности. На очереди стоят и медсестры. Со следующего года в регионе начнет работу третья программа «Земская сестра». Дарья Сударева, Павел Макаров, Новости Ульянской правды.